Как правило, для обеспечения достоверности в коммуникационных системах используются методы помехоустойчивого кодирования. И для того, чтобы было более понятно дальнейшее изложение, некоторые аспекты, связанные с теорией помехоустойчивого кодирования, я хотел бы вам представить. В первую очередь, хотелось бы отметить на то, что в принципе и в теории защиты информации, и в теории помехоустойчивого кодирования используются поля голова. Как правило, полем называется математическое множество, которое выполняет 4 действия. Это сложение, умножение, деление и вычитание. И, как правило, используются расширенные поля голова по одной простой причине, что идет бинарная последовательность, которая используется в цифровых каналах связи. Соответственно, для помехоустойчивого кодирования используются так называемые линейные циклические коды, которые определяются НКД-параметрами. При этом, Н характеристика определяет длину кодовой последовательности, которая подается в канал связи. В этой кодовой последовательности есть две составляющие. К – это сама информационная посылка, которую вы хотите передать. И Д – это конструктивно-кодовое расстояние. Соответственно, конструктивно-кодовое расстояние – это избыточные символы, которые передаются для того, чтобы обнаруживать и исправлять те или иные ошибки. Для того, чтобы получить кодовое слово, используется простое умножение информационной посылки на так называемую порождающую матрицу. На приемной стороне кодовое слово отождествляется через ортогональное дополнение, то есть базис проверочной матрицы, которая имеет размерности R на N. И, соответственно, данные матрицы ортогональны между собой, и их произведение вам дают нулевую матрицу. Вот эти два аспекта – NKD-параметры и две порождающие проверочные матрицы – лежат во главе угла всего помехоустойчивого кодирования. Немаловажным аспектом является конструктивно-кодовое расстояние. Конструктивно-кодовое расстояние на сегодняшний момент как раз-таки определяет, а сколько же в данном случае будет исправлять тот или иной код ошибок или обнаруживать ошибок. Так вот, конструктивно-кодовое расстояние равняется 2T плюс 1. Соответственно, исправляет, обнаруживает, извините, T плюс 1 символов и исправляет T символов. Ну и, естественно, немаловажным аспектом является максимальное кодовое расстояние в метрике Хемминга. Метрика Хемминга или расстояние по Хеммингу – это количество позиций, в которых две последовательности, кодовые или информационные посылки, будут различны между собой. Для того, чтобы на приемной стороне определить, а принятое сообщение кодовое слово является ошибочным, есть ли там ошибки или нет, используется так называемый вектор ошибок или синдром, который при умножении на проверочную транспонированную матрицу вам дает нулевое значение. Если нулевое значение, значит ошибки нет. Если не нулевое значение, значит есть ошибка и есть необходимость каким-то образом ее локализовать и определить кратность. То есть найти вектор ошибки, который в конечном итоге и позволит найти кодовое слово. С этой точки зрения немаловажным аспектом при рассмотрении помехоустойчивых кодов являются две границы. Граница Симптона и граница Варшава-Гимберта. В частности, данная граница строится по отношению относительной скорости кодирования, то есть отношение КАКН, то есть какое количество полезной информации вы передаете в этом кодовом условии. И соответственно СИГМА это отношение как раз таки какое количество ошибок может исправить в данном случае помехоустойчивый код. Есть в теории помехоустойчивого кодирования такое понятие как «хорошие коды». Это технический термин, который говорит о том, что НКД параметры вам не просто-напросто удовлетворяют, а они обеспечивают еще и энергетический выигрыш от кодирования. Соответственно проведенные исследования Кузнецова и Лысенко показывают о том, что, ну наверное вы знаете, как правило используются бинарные последовательности, так называемые коды БЧХ или коды Боузыча от Хури Хокингема. Так вот, соответственно вот эти коды при длине N больше 1000 уходят ниже границы Варшамова-Гилберта и соответственно их применение в сетевых технологиях Ethernet уже довольно-таки проблематично. Вместе с тем алгеброгеометрические коды, которые построены по тем или иным гривым, наоборот стремятся асимптотически к границе Силтона и соответственно при увеличении они получают наибольший энергетический выигрыш от кодирования. На самой границе Силтона лежат так называемые МЧНые коды, коды Рида-Соломона и имеют как раз-таки максимальное расстояние. Тема моей работы связана с тем, что мы будем использовать помехоустойчивые коды в симметричных и несимметричных криптосистемах. Поэтому вы не думайте, что я пришел рассказать о помехоустойчивых кодах в загале для того, чтобы обеспечить достоверность. Соответственно классическим аспектом, который определяет насколько тот или иной код хорош, является теорема Шинона. Тот Шинон в своем труде сказал, что если скорость передачи намного ниже или меньше пропускной способности, то всегда можно найти те или иные параметры кода, те или иные методы кодирования информации, которые позволят обнаружить и исправить все ошибки, которые будут в канале связи. При этом для помехоустойчивых кодов абсолютно все равно, какие ошибки будут преднамеренные, искусственные, естественные и так далее. И с этой точки зрения как раз таки и рассматривается эффективность тех или иных кодовых конструкций, можно оценить с помощью энергетического выигрыша от кодирования. То есть это безразмерная величина, которая определяет зависимость вероятности ошибки от соотношения мощности полезного сигнала к мощности шума и измеряется в децибелах. Будучи в общежитии, вам говорят, что ваша музыка не должна быть слышна больше 45 децибел. Что это значит? Это значит, что вы должны слушать у себя музыку и в коридоре не должно быть слышно вашу музыку. Вот как раз таки в этом случае как раз таки децибелы и пригодятся. Теперь то, что касается алгеброметрического кода. Алгеброгеометрические коды задаются линейной системой и формируются путем проекции, нахождения точек проекции в генераторных функциях. Иными словами, для помехоустойчивого кодирования, в отличие от криптографии, нет необходимости использовать какие-то специальные кривые. Ну в частности, в принципе, любой алгеброметрический код может быть построен по любой кривой. И здесь уже идет как раз таки подход, чем та или иная конструктивная конструкция помехоустойчивого кода будет хороша или в том или ином аспекте. Как правило, используются эллиптические кривые с родом равным единичке и матричное описание алгеброгеометрического кода, в частности, представлено на данном слайде. Для того, чтобы сформировать порождающую матрицу, вы должны выбрать по электрической кривой соответствующие коэффициенты и, соответственно, задать то уравнение, по которому вы будете строить ту или иную кривую. После этого вы определяете проективные точки и в данной проекции вы определяете те производные, которые вы будете использовать. Количество производных в конечном итоге определяется тем, какие вы характеристики хотите задать, то есть какие НКД параметры вы хотите получить. Мы с вами будем говорить о том, что чем длиннее кодовая последовательность, тем больше она может исправлять ошибки, тем больше информация может передать. Соответственно, количество точек в проективном пространстве ограничится выражением или теоремы Хайсевеля и представлено на данном слайде. Верхняя граница для кривых в зависимости от размерности поля также представлена на данном слайде. Теперь рассмотрим основные моменты, связанные с моделями секретных систем. Естественно, модель секретной системы временной стойкости, к ней относятся все блочно-симметричные или симметричные криптосистемы. Она обеспечивает вам временную стойкость, но основным преимуществом является то, что они имеют высокую скорость преобразования, то есть шифрования-расшифрования информации и имеют простоту реализации. Существенным недостатком данных криптосистем является то, что они не имеют математически обоснованного аппарата их криптостойкости. И еще одним существенным недостатком является то, что есть необходимость использовать закрытые каналы связи для передачи секретного ключа. Наверное, второй недостаток намного существеннее, чем первый. Ну и естественно, на сегодняшний день длина ключа 128 бит обеспечивает вам в принципе криптостойкость более 80 лет. Модель доказуемой стойкости относится все криптосистемы с открытым ключом, или их еще называют асимметричные или несимметричные криптосистемы. Преимуществом является то, что их криптостойкость основывается на теоретико-сложностной задаче, так называемой NP-полной задачи, но существенным недостатком является то, что на 3-5 порядков ниже скорость шифрования-расшифрования. Данные результаты были получены еще при проведении конкурса NESIC в 2000-2004 году, Европейский конкурс криптографических протоколов. Соответственно, исходя из этого, можно сделать некоторые выводы. Для обеспечения достоверности передаваемой информации, независимо от того, какой подход используется в информационных системах, или же с прямым исправлением ошибок, или с решающей обратной связи, то есть с автопереспросом, используются методы помехоустойчивого кодирования в той или иной среде. Среди них особое место занимают алгеброгеометрические коды, которые при равных NKD параметрах, то есть при фиксированном значении N длина кодового слова, обеспечивают большую передачу и большее количество исправлений ошибок. И относятся к так называемым NKD кодам. Соответственно, среди для обеспечения безопасности, под безопасностью будем понимать обеспечение аутентичности, конфиденциальности и целостности данных, как правило, используются криптографические методы, основанные на симметричных и несимметричных криптосистемах. Как показывает проведенный результат, приведенный в таблице, несимметричные криптоалгоритмы, основанные на использовании так называемых теоретик и кодовых схем, обеспечивают кроме требуемых показателей по безопасности, еще и контроль обнаружения ошибок. То есть они позволяют интеллированно решать задачи на основе использования теории помехоустойчивого кодирования и формирования симметричных и несимметричных криптосистем, решать задачи обеспечения достоверности и конфиденциальности передаваемой информации. На данном слайде представлены история развития теоретика кодовых схем. Само понятие теоретика кодовых схем введено профессором МГУ Сидельниковым Владимиром Михайловичем, который в своих работах не только определил основы построения и расписал непосредственно сам математический аппарат кодирования и раскодирования информации, но также нашел довольно-таки эффективный метод обнаружения элементов порождающей матрицы. Иными словами, те классические схемы, несимметричные МакЭлеса и Нидерайтера, они очень похожи, и симметричная схема Раунама использует те или иные функции при формировании кодовой последовательности, которая и является криптограммой. Давайте рассмотрим эти схемы более подробнее, и я остановлюсь на тех недостатках, которые на сегодняшний день есть, и пути решения, которые есть. Перед тем, как перейти к самим криптосистемам, хочу показать как раз-таки результаты оценки и привести пример того, что на сегодняшний день теоретика кодовой схемы сравнимы по скорости шифрования-расшифрования, а для них будет, наверное, правильно сказать, кодирование-раскодирование, с блочно-симметричными шифрами. Итак, теоретика кодовая схема Раунама, она симметричная криптосистема, которая позволяет обеспечить вам криптостойкость на уровне блочно-симметричных шифров. Суть заключается в том, что порождающая матрица того или иного кодового слова является как раз-таки секретным значением. Кроме этого, в данном случае используется еще и дополнительный сеансовый ключ, который можно использовать одноразово при передаче той или иной информации, так называемый вектор ошибки. То есть вы изначально вносите ошибку в кодовое слово и тем самым обеспечиваете дополнительную энтропию, то есть неопределенность для злоумышленника решения задачи взлома случайного НКД кода. Основные характеристики данной теоретикой кодовой схемы представлены на слайде. Немаловажным аспектом является алгоритм раскодирования. В частности, для того, чтобы обеспечить раскодирование информации, как правило, используется алгоритм Барлакэм по миссии, который является наиболее быстрым для решения задачи как раз-таки нахождения вектора ошибки. Основные шаги, то, что предложил Барлакэм, заключаются в следующем. Задача нахождения вектора ошибки сводится к решению двух задач. Первая задача – это локализация, то есть нахождение где, в какой символе произошла ошибка. И вторая задача – это нахождение кратности. Для того, чтобы локализовать ошибку, Барлакэм предложил ввести такое понятие, как многочлен локатора ошибок. Для его нахождения на первом шаге вычисляется синдром. Соответственно, если синдром равен нулю, значит ошибки нет, и тогда из кодового слова получается информационная последовательность. Если же синдром неравен нулю, то на основании системы линейных уравнений вы находите показатели А и получаете уравнение многочленного локатора ошибок. Тем самым вы переходите к четвертому шагу для того, чтобы локализовать и найти, где же в конечном итоге произошли ошибки. Для определения локализации используется процедура чения. Суть данной процедуры заключается в том, что вы последовательно переставляете все, в данном случае, если это алгебро-геометрический код, то вы переставляете все возможные пары x-y проективных точек, и когда уравнение равняется нулю, значит в этом символе произошла ошибка. На пятом шаге вы находите кратность. То есть когда у вас есть непосредственно вектор ошибки, но вы не знаете кратность тех символов, вы умножаете опять-таки вектор ошибки на проверочную транспонированную матрицу и тем самым находите, решая систему линейных уравнений, находите их кратность. И на шестом шаге вы из кодового слова, полученного из канала связи, вы читаете полученный вектор ошибки и находите кодовое слово. Интерпретация непосредственно многочленок от ошибок для алгебро-геометрических кодов представлена также на этом слайде. Если рассматривать теоретику кодовую схему Макеллиса, то она относится к несимметричным криптосистемам, соответственно, есть так называемый личный или закрытый ключ и, соответственно, есть общий открытый ключ. Личным ключом является так называемая матрица маскировки. В первую очередь, это матрица G, порождающая матрица линейного кода. Дальше каждый пользователь выбирает матрицы X, P, D. X – невырожденная матрица размерности К на К, D – диагональная матрица размерности Н на Н с ненулевыми элементами на главной диагонали, и проверочная матрица B, в которой в каждом строке и в каждом столбце есть одна единичка. Соответственно, вот эти матрицы X, P, D и порождающая матрица при перемножении с собой формируют вам открытый ключ. После этого все происходит в той же последовательности, как и в схеме раунам. То есть, пользователь, в частности, открытый ключ является длительным ключом, скажем так, а личные ключи, они тоже являются длительными. Кроме этого, в данной криптоходовой системе используется сеансовый ключ, вектор ошибки E, который позволяет опять-таки носить дополнительную энтропию или дополнительную уровень криптостойкости. Немаловажным аспектом является то, что вот именно вектор ошибки, с этим вектором ошибки можно реализовать криптосистемы, которые могут быть лавируют в зависимости от того, какой канал вы используете. Если вам необходим более высокий уровень достоверности, значит, вектор ошибки должен иметь минимальное значение. Если, наоборот, вам необходимо обеспечить более высокий уровень криптостойкости, соответственно, вектор ошибки вы задаете более полный и большее количество недолевых элементов в векторе и, соответственно, тем самым вы определяете параметры данного кода. Основные характеристики теоретика кодовой схемы МакЭллиса представлены на данном слайде. Для сложности излома были рассмотрены несколько вариантов и самым перспективным является декодер, перестановочный декодер, который позволяет за конечное число шагов найти кодовое слово и, соответственно, решить задачу взлома. Теоретика кодовая схема Нидерайтера первоначально была сформирована для бинарных последовательностей в связи с тем, что информационная посылка с помощью равновесного кодирования преобразовывалась в вектор ошибки и непосредственно синдром передавался в канал связи. При этом обеспечивалась относительная скорость кодирования равная к единице, то есть обеспечивается максимальная скорость передачи данных. Личным ключом в зависимости от схемы МакЭллиса является в данном случае порождающая матрица и также матрица маскировки, и ХПД. Открытым ключом является проверочная матрица, получена путем перемножения проверочной матрицы линейного кода на матрицы маскировки. Соответственно, основные характеристики схемы Нидерайтера также представлены на данном слайде. Еще раз повторюсь, что в данном случае в канал связи вы посылаете не вектор, не кодовое слово с длиной N, а вектор синдрома, который имеет намного меньшее значение, длиной R, бит. И также к матрице, точнее, извините, к данной криптокодовой системе также возможно применение перестановочного декодера, который позволяет реализовать терренные ошибки. Метод недвоичного равновесного кодирования был предложен в 2006 году учеными Кузнецовым, Томашевским и Дудакевичем. Они получили патент. И суть данного метода заключается в том, что используется не беноменальная система исчисления, а используется смешанная система исчислений. Соответственно, информационная посылка, состоящая из M-ичных символов, преобразуется сначала в беноменальную систему исчисления, а потом используется позиционная система исчисления, которая позволяет сформировать вектор ошибки. На приемной стороне в теоретико-кодовой схеме на приемной стороне в теоретико-кодовой схеме недорайтера при получении синдрома и при наличии открытой проверочной матрицы получатель формирует одно из Q-степенника уравнений кодовое слово и дальше, так же как в схеме Макеллиса и Раунама находит вектор ошибки и, соответственно, после этого находит с использованием неравновесного кодирования находит как раз-таки информационную последовательность. На следующем слайде представлены как раз-таки оценки стойкости тех подходов, которые на сегодняшний день могут быть использованы для помехоустойчивого кода. Ну, в первую очередь это сложность реализации тотального перебора или так называемой бруфос-атаки. В частности, результаты показывают, что при длине кодовой последовательности больше 100 бит данная атака практически не реализуется. Сложность реализации корреляционного декодирования заключается в том, что суть самого метода заключается в том, что зломышленник начинает формировать так называемые кодовые слова, которые близки по Хемингу к той последовательности, которая получена из канала связи путем мониторинга. Опять-таки, сложность реализации синдромного декодирования заключается в том, что зломышленник пытается найти НКД-параметры, которые будут близки и формировать синдром и идет последовательное сравнение полученного синдрома с синдромами из определенного множества. Результаты исследований показывают, что при длине более 100 бит данные алгоритмы взлома не приводят к успеху. Соответственно, способ реализации перестановочного декодера, если рассматривать опять-таки с точки зрения результативности, если длина кодового слова больше 250 бит, опять-таки, не позволяет решить данную задачу. Сложность кодирования и раскодирования для всех теоретико-кодовых схем растет полидомиально. Сложность злома является полной задачей и для зломышника растет экспоненциально в зависимости от того, какие НКД параметры используются. Ну и в частности значение М это степень мощности поля Галуа. Соответственно, чем больше поле, тем больше проективных точек и, соответственно, тем больше возможностей для того, чтобы передать информацию и получить непосредственно, исправить те или иные ошибки, возникающие в канале связи. Существенным недостатком на сегодняшний день, даже с учетом того, что вычислительные возможности растут, является как раз-таки формирование вот этих матриц. при поле в 2 в 10 степени процессор i7 оперативная память 8 гигабайт начинает тормозить. И, к сожалению, да, писали на сеть. К сожалению, вот эти вот недостатки говорят о том, что теоретика кодовой схемы по сравнению с теми, которые есть, они действительно позволяют интервью решать задачи и достоверности, и обеспечения безопасности. Но вот эти вот ключевые последовательности, скажем так, если не вбивать их в определенный массив, они, конечно, существенно влияют на быстродействие тех или иных данных. Соответственно, можно говорить о том, что их использование применимо в тех или иных протоколах, ну, в частности, протоколе целостности СССР или ТЛС, в протоколе IPSEC можно, в принципе, взять и заменить вместо используемого протокола конфиденциальности ЕСП, но, опять-таки, как вот реализовать. Поэтому сложность реализации представлена на данном слайде, вот, а также мы проводили с помощью пакета НИСТ-СТС статистическое исследование случайности вырабатываемых кодовых слов и, как видно, из предложенных теоретико-кодовых схемы Рида Соломона, который и сидельников нашел три элемента порождающей матрицы, соответственно, он нашел ключевую последовательность и пакет НИСТ определил, что они хуже, чем те показатели, которые относятся к теоретико-кодовым схемам на эллиптический кривый. Было предложено способы модификации. Способы модификации линейного блокового кода, опять-таки, расписанного в теории помехоустойчивого кодирования и к ним относятся удлинение, расширение, выхалывание, укорачивание, пополнение и выбрасывание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова